Возможно, часть людей правы по поводу того, что они не верят в смерть Путина, потому что это можно также трактовать, как такой важный момент, когда Путин просто отходит от власти. Это выглядит очень и очень просто. На месте реального больного Путина, Россией, как безусловно кукла на ниточках, продолжает управлять этим человеком Николай Патрушев, и двойник, тройник, удлинитель и переходник Путина под руководством Патрушева управляет Российской Федерацией, а настоящий Владимир Путин с его всеми болезнями и очень сложными делами и с огромным состоянием делает себе в данном случае пластическую операцию, переезжает в другую страну, делает себе пластическую операцию и живет, доживает свою старость больную с огромными дежищами. Доживает ее, безусловно, в другой стране, не отвечая ни за что. И если ей будет расплата, когда, в общем, нужно будет четвертовать самого президента России Владимира Путина, это, конечно, счастье уже будет на долю его двойника, тройника, удлинителя и переходника реального Владимира Путина. И один и другой сценарий абсолютно реален по поводу того, что первый вариант – это когда Путин умер, а второй вариант – это когда Путин совершил все-таки транзит власти, хитрый, вот такой вот простой транзит власти, потому что по состоянию здоровья невозможно было ему дальше руководить Российской Федерацией, а самое главное – огромное желание уйти от ответственности и не отвечать за те преступления, которые он совершил. Таким образом, переехал в другую страну и сделал пластическую операцию, доживая свои остаточные дни. Какого мнения вы, друзья? Обязательно пишите в комментариях и посмотрите первую часть этого видео, где мы говорим про эти важные темы. И смотрите также третью часть этой трилогии, где я говорю в третьей части о реальных потерях Российской Федерации, Российской Армии, и цифры, которые потери живой силы, жмуриков Российской Армии, солдат младшего, среднего и старшего звена, составляют просто колоссальные цифры, и также раненые и пропавшие без вести. Ну а вам, друзья, желаю всего хорошего, слава создателю за все, за то, что мы живы и здоровы с вами, и большое уважение и низкий поклон нашим силам обороны Украины, всем родам войск, особо ЗСУ, но все наши красавчики и ПВО, в общем, всем-всем-всем казакам и казачкам, которые служат в украинской армии и захищают нынку Украину, а я сам был украинский армянин, и обязательно подписывайтесь на наш YouTube, обязательно подписывайся на наш Телеграм-канал, подписывайся обязательно на наш Инстаграм, и в целом на все пять информационных площадок, на которых мы публикуемся. Да будет вам счастье! Целую вас, мои сладенькие! Будь мой орач! Орачи только орач! И капи меч!